Привет! В этом видео мы с вами посмотрим на Испанию. Значит, концепция следующая. Я прилетел сюда без обратных билетов, типа на отдых, с целью немного погреться перед, надеюсь, снежной зимой и снять об этом небольшую видеоподелку. План такой, мы походим под парусами по Болярским островам и разберемся в яхтенной бытовухе. И затем заедем посмотреть футбол и архитектуру в прекрасную Барселону, которая, кстати, по факту не совсем-то и Испания. Но об этом поговорим позже. В общем, поехали. Но начнем мы с города Ибица, а вернее Ибица. Это столица одноименного острова в Средиземном море, который прежде всего известен своими ночными клубами. Их тут совсем недавно открыли после года ковидной засухи. И вот так вот, чтобы вы понимали, выглядят очереди на вход. И вход, кстати, стоит около сотни евро. Сотку за вечеринку я, конечно же, зажал, поэтому буду гулять по городу при свете дня. Это типичный испанский городок, застроенный симпатичными, а местами не очень, белыми домами. Постоянного населения тут всего 50 тысяч, но каждое лето сюда приезжают миллионы туристов и равномерно заполняют многочисленные кафешки на узких улочках. Из гастрорекомендаций мы, конечно, не в стране басков, но я бы очень советовал настоящий баскский сидр. Он готовится только из яблок, без примесей, поэтому сильно отличается от того, что продается у нас в магазинах. Главное знание, которое я увезу с собой из Ибицы, это то, что сидр настоящий пьется вот таким вот образом. Значит, надевается специально вот такая крышечка и по чуть-чуть наливается стакан на расстоянии. И потом это добро пьется залпом. А не так, как пиво вот это цедить с бутылки. Все не так работает, оказывается. Теперь я знаю. На высшей точке города стены средневекового форта, с которого Ибицу защищали от морских нападений. Это все-таки изначально серьезный транспортный узел, а не просто тусовочный островок. В честь славного морского ибицианского прошлого у них тут есть даже целая действующая реплика испанского галеона. Андалюсия – это вполне себе чистокровный представитель такого вида суден. В средневековье это был айфон среди парусных кораблей, и во многом благодаря ним Испания и стала мощной морской империей. Эту рабочую реплику построили в 2010 году. И под рабочие имеется в виду не то, что за вход каждого посетителя на борт она зарабатывает по 7 евро, а то, что на ней энтузиасты-мореплаватели реально ходят по разным континентам и судосмотрительным фестивалям. В общем, вполне рабочий аппарат, и самое интересное, что технологически все соблюдено на уровне 16 века. Мне лично было бы очень интересно провести несколько дней на таком вот галеоне, но нас из ибийца заберет чуть более современное судно. На Болярах парусные яхты – это, в принципе, как кемпервены в Исландии, самый кипкий и популярный способ путешествия. Айбийца, соответственно, одно из ключевых мест для стоянки и ремонтных работ. И, значит, в двух словах о том, где вообще я и где яхтинг. Мои знакомые из SailMe – это украинская компания яхтсменов, которые несколько лет назад приехали на Ибицу и сделали тут свою яхтинную корпорацию. Так вот, они позвали меня на закрытие осеннего сезона прокатиться в хорошей компании на вполне приличной яхте. Они вообще занимаются такими путешествиями в двух форматах. Первый – это когда вы арендуете яхту на несколько дней, если у вас, конечно, есть шкиперская лицензия, и второй – когда вы покупаете уже готовый маршрут с местным капитаном. И главный цемент в том, что в такое путешествие можно отправиться не только в теплое время года. На зиму весь тот флот, а у них на секундочку 13 яхт, перегоняется на Канарские острова, и там организуются, в принципе, похожие маршруты, только, конечно, в тамошних краях. И это, пожалуй, один из самых доступных способов для того, чтобы зимой переместиться в теплые края. В общем, ссылку на все их маршруты и путешествия оставил в описании к видео. И даже есть небольшой промокод на скидку, который вот здесь где-то появится. Ну, а мы погнали слушать вводный инструктаж от нашего шкипера. Нашим шкипером в мире яхтинга будет мой друг Толян, который собрал экипаж из знакомых сноубордистов, которые также захотели поймать последние теплые дни перед зимой. Он вкратце описал нам устройство яхты, что где лежит, кому звонить в случае чего, базовые правила безопасности на борту и самые важные цифры. Забитый толчок 300 евро. Гальюнный вопрос мы еще отдельно обсудим, а пока что всей флотилией двигаемся в путь. Она состоит из нашей яхты с дерзким названием «Есбосс», из соседнего катамарана «Эскимо», сабборда без имени и небольшой надувной лодки для высадки на берег, которую тут ласково называют «Тузик». За пару часов мы дошли от Ибицы к месту нашей первой ночевки, почти необитаемому острову Эс-Пальмадор. Запрыгнули в нашего тузика и отправились его исследовать. Значит, остров Эс-Пальмадор когда-то в 50-х годах продали в частные владения за какие-то смешные деньги, около 300 евро, если пересчитать на сегодняшнюю валюту. Потом уже в более современное время его перепродали, но уже за 17 миллионов евро какой-то семье из Люксембурга, которая отгрохала здесь единственную пока что виллу на этом острове. И как бы владение своим частным островом в Испании выглядит как довольно интересная и перспективная инвестиция. Главная жемчужинка острова – это небольшое розовое зерцо с какими-то там лечебными грязями прямо посредине. И в окружении зелени и пальм оно смотрится очень контрастно и неожиданно. Но заходя в него нужно быть осторожным, чтобы не потерять самое ценное. Только что прямо на этом розовом озере чуть не произошло непоправимо. Я, значит, зашел в него в своих любимых кроксах и эти самые кроксы чуть там не оставил, потому что дно очень-очень мягкое и они благополучно встряли и слетели с ноги. Но, слава богу, я их нашел и несмотря на эту подлую диверсию, ставлю этому озеру 7 севашей из 10. Но в остальном в Аспальмодор выглядит ровно так, как я представлял себе необитаемый остров в Средиземном море. Под ногами песок и засохшие растения, вокруг колючие кусты и паучки между этими кустами безнаказанно висят и ждут свою жертву. А еще на этом острове просто самые наипаскуднейшие комары, которых я когда-либо видел. Они просто облепляют и сжалят как пчелы. Их реально невозможно сдуть. На них нужно реально дуть секунд по 5 для того, чтобы они улетели. И я сейчас просто как спасательной лодки жду нашего маленького Тузика для того, чтобы он забрал обратно на яхту. В общем, к этому здесь нужно быть готовым. Боляры прежде всего известны своими пляжами и красивущей водой. И мы приехали, наверное, на один из самых известных пляж возле острова Фарментера под названием Плая де Сес Ильетес, который со всей оригинальностью называют европейскими Мальдивами. Но, глядя на этот цвет воды, они, в принципе, имеют на это самое полнейшее право. Летом пляжи острова Фарментера, мягко говоря, пользуются популярностью. И бухты вокруг них выглядят как парковка торгового центра на Черную Пятницу. Поэтому приезжать сюда осенью – это прям отличное решение. Присутствует даже легкий эффект изолированности. Болярщина богата не только пляжами, но и вполне себе эпичными местами. И одно из таких у нас прямо по курсу. Это гора Эсведрах. Этот остров, напоминающий какое-то закаменелое животное, окутан мифами и легендами, еще начиная с Древней Греции. Якобы Одиссея предупреждали, что тут его на рифы будут заманивать сирены. Но и более современные мореплаватели жаловались, что у них в этих краях начиналась боять навигация. Но этому можно найти логическое объяснение. Посреди моря просто торчит огромный 400-метровый кусок камня, который, в принципе, способен что-то сделать с вашими сигналами. Но все равно это место считается большой-большой аномалией. То есть такой себе европейский Бермудский треугольник. Здесь особой оригинальностью тоже не отличились. Конечно, это по большей части байки для туристов, дабы интереснее было тут проплывать. Но, тем не менее, на остров официально высаживаться запрещено. Это заповедник. И все эти запреты, в перемешку со слухами и формами этого острова, сильно добавляют ему загадочности. Наверное, чтобы подтвердить свою аномальность, первый дождь после абсолютно ясного дня пошел именно над этой горой. В моем предыдущем путешествии, а это была Исландия, у нас тоже был транспорт со встроенным жильем. Но останавливаться на ночь можно было только в кемпингах. Тут же швартоваться можно в любую понравившуюся бухту. И вы знаете, это довольно необычное, но приятное чувство, когда все живут в отеле, а ты под их балконом, но в своем судне. Несмотря на то, что каюта прям супер маленькая, я вот даже сесть в пол-роста не могу, мне здесь спится просто офигенно, потому что ночью яхту слегка покачивает, и от этой штуки меня просто вот так вот мгновенно вырубает сон. Но, конечно, не каждый будет этим так наслаждаться, кого-то может немного поташни. В общем, тут пока сам не попробуешь, не поймешь. И с вашего позволения поговорим немного о яхтенной бытовухе. На борту 8 спальных мест. От шикарной мастер-каюты в носу, которая в принципе сойдет за какой-нибудь отельный номер, до крохотной двухэтажной коморки, которая с натяжкой сойдет за боковушку в плацкарте. Каюта в хвосте, в которой я жил с соседом, была в принципе чем-то среднеарифметическим. На борту имеется два гальюна, и это прям шедевры компактности. На одном квадратном метре и умывальник, который превращается в душ, и тот самый трон, забив который придется отлистать 300 евро. Но неприятная гальюнная подробность в том, что все его содержимое, за исключением моментов, когда мы стоим на якоре, попадает прямиком в голубое Средиземное море. Толен, как думаешь, эту рыбу можно есть вообще? Я вот прямо не стал бы ее есть точно и совершенно. А что? Ну знаешь, она является первой в цепочке съедания отходов с яхты, а потом ее съедает какая-то другая рыба, а потом вот уже третью рыбу, может быть, я бы съел. Плита на кухне устроена особым образом, чтобы можно было готовить при любом угле наклона судна. Например, такого вот красивого дунца. Он, надеюсь, был как можно выше по пищевой цепочке от гальюнных отходов. В общем, яхта по-настоящему уютное и комфортное место, но только до тех пор, пока не начнется первая серьезная качка. Качка означает, что мы, наконец, вышли в открытое море, поймали ветер и можем походить под парусами. И в этом, в общем-то, и есть главный смысл яхтинга. Наиболее рационально использовать ее площадь, чтобы экономно и быстро перемещаться без использования мотора. Одно из многочисленных мореплавательских открытий лично для меня, это то, что фраза попутного ветра не несет особо никакого смысла, потому что попутный ветер, который дует прямо в корму корабля, довольно-таки сложная штука и с ним нужно еще уметь управляться. Столяна, почему нам не очень удобно ходить под прямым попутным ветром? Ну, чистым фарадовиндом наша яхта, типа Бермудский шлюп с такселем и гротом, не очень охотно ходит. Нам комфортнее, если говорить о попутных курсах, ходить бакштабельно. Спасибо, очень-очень все понятно. Несмотря на то, что судно напичкано всякими автопилотами и электроникой, большинство управления все же осуществляется вручную. И это довольно увлекательный процесс, в котором, например, для изменения курса нужно сложить целое макраме из веревок. В общем, на яхте всем найдется задание, самое простое из которых это банальная рулежка. Вроде бы как легко, но на самом деле отвлекся, все, уехал в другую сторону. Вот сейчас мы... Заполаскивает пару, да, правее руляет. Правее? Да. Отвлекся, получил срача от капитана. А вот это еще один частный остров в этих испанских морях. Называется он Тагомаго, немножечко отдает Японии. И этот остров при наличии достаточного количества монет можно снять себе на какое-то время под свадьбу или там корпоративчик. В общем, возьмите на заметочку. Мы целый день ходили под парусом, даже умудрились приготовить поесть прямо на ходу. Это, кстати, были самые морские котлетки с пюрешкой в моей жизни. И решили съездить на дозакупку во второй по величине город-острово Ибийца. Парковаться в каких-то популярных маринах, это очень плотная история. Смотрите, с одной стороны вон пирс, а с другой, буквально на расстоянии метра, другая лодка, которая, я думаю, стоит где-то под лямчик. В общем, после такого парковаться в городе где-то между Геликом и Рейндж Ровером уже не то, чтобы сильно стрёмно. Ну да ладно, мы примечались в город Сан-Антонио. Можно сказать, что это антипод города Ибийца. Если там была какая-никакая история, то тут всегда была маленькая непримечательная рыбацкая деревенька. Пока в 50-х тут не натыкали отели, ресторанов и, конечно же, ночных клубов. На Ибийца без них никуда. Город совершенно точно вызывает ассоциацию с мексиканским Канкуном, только чуть поменьше. Такая же плюс-минус современная безликая бетонная застройка и одно культовое место. Именно в этом городе находится культовое кафе Дель Мар. Самый известный в мире производитель чиловой музыки для торговых центров. И, конечно же, по совместительству кафе с фантастическим видом на закат. Зайти сюда стоит 60 евро с человека. То есть ты оставляешь депозит за стол, и не факт, что ты за эти деньги прям много чего там назаказываешь. Но небольшие молодцы установили такие вот деревянные скамеечки у ног, так сказать, рукопожатных гостей, для того, чтобы можно было прийти туда со своим и послушать ту же музыку и посмотреть на тот же закат. Но даже этот вариант нам не особо интересен, потому что с помощью нашего большого яхтенного девайса мы можем выбрать себе закатишную на любой вкус. Встречать закат прямо на яхте – это, конечно, потрясающее мероприятие, в котором для меня лично есть один небольшой нюанс. Как бы мне не хотелось взлететь и поснимать всю эту красотищу с воздуха, просто посмотрите на эти эпичные скалы. Я на дроне в этом путешествии снимаю не так часто, как мне хотелось бы, потому что, во-первых, довольно значительный ветер, во-вторых, яхта постоянно в движении и если что-то случается в воздухе и нужно срочно ее остановить, сделать этого не получится. Ну, а в-третьих, все мачсовые тросики вполне себе металлические и создают неплохие помехи связи между дроном и пультом. Поэтому у нас сегодня такая вот мобильная передвижная морская таймлапсишная. Это было самое живописное место ночевки за весь этот яхтенный поход. Во-первых, эта скала лично мне прям сильно похожа на спящего дракона, у которого на одной из голов почему-то оказался старый маяк. А маяки – это всегда плюс. Но, во-вторых, эта пухта как будто бы собрала в себе всю коллекцию болярских природных достояний. Зелень, красивое море и, конечно же, скальные обрывы. Эта стенка выглядит просто максимально эпично. И если с воды так смотришь на нее, ну, скала себе и скала. То, когда ходишь у ее основания, то реально становится немного боязно, потому что эти породы не то чтобы выглядели очень стабильными. И вот эти камни явно тут взялись не с чистого неба. В общем, остров Ибица – это не только о тусовках, но и о довольно красивой природе. И яхтинг – это, пожалуй, самый оптимальный и внезапно бюджетный способ на эту самую природу и поглядеть. Это довольно меланхоличное занятие, так что если вам нужно немножечко перезагрузиться мозгом за недельку, то очень советую попробовать. Но еще одно преимущество Ибицы, ну и, наверное, всей Европы в целом – это наличие очень дешевых авиабилетов, с помощью которых можно буквально на следующий день улететь куда-нибудь в другой город. И для того, чтобы их выцепить, я зашел на сайт TripMyDream. Это все еще сервис для поиска выгодных билетов и путешествий. Ввел в место назначения, в моем случае захотел в Барселону, и выбрал сразу несколько дат, чтобы с большей долей вероятности найти лучшую цену на промежутке. Эта фича работает как на их сайте, так и в их iOS-приложении. И это очень удобно, если вам важнее дешевая цена, чем конкретная дата. В результате такого гибкого поиска я выудил себе прямой перелет за 11 баксов. Ссылку на их сайт и приложение оставил в описании видео и телепортируюсь на материковую Испанию. Значит, какой у меня расклад в Барселоне? Я купил себе, наверное, самый дешевый авиабилет, который можно было найти в этот город. Под это дело я выцепил себе очень недорогой хостел в центре города с плюс-минус адекватными отзывами на букинге. И хостел оказался очень прикольным. Он посвящен скейтерской культуре, которая довольно развита в Барселоне. И в целом весь такой стильный, модный и молодежный. И скейтбординг в Барселоне не просто довольно развит. Это один из центров этого замечательного спорта во всем мире. Все дело в том, что, во-первых, тут почти всегда подходящая погода. И власти очень толерантно относятся к скейтбордистам. И узнал я об этом только благодаря тому, что случайно оказался в этом прекрасном хостеле. И когда я планировал, чем я тут буду заниматься пару дней, я вспомнил, что Барселона это не только город, но еще и великий футбольный клуб, за которым я очень пристально следил много лет подряд. И я решил вознаградить себя за свою тревельную финансовую грамотность и купил себе билеты на один из самых дорогих в мире футбольных матчей. Я говорю об El Clasico. Поединки между Барселоной и Мадридским Реалом на самом большом Европе стадионе Camp Nou. Этот матч суперзначимый со всех сторон. Медийной, спортивной и даже политической. И сейчас, пока захожу на стадион, в двух словах разберемся почему. Начнем с того, что Барселона это столица автономного региона Каталонии, у которого свой флаг, свой язык и серьезные амбиции вновь стать независимыми от Испании. Если пройтись по улицам города, то вы почти не увидите флага в Испании. А вот флага в Каталонии в достатке. В 1939 году к власти в Испании пришел диктатор Франко, который стал жестко ущемлять права каталонцев и отобрал у нее автономию. И футбольный клуб Барселона стал по факту одной из главных оппозиционных организаций. И получил народное название больше, чем клуб. А матчи с Реалом стали не просто противостоянием столиц Испании и Каталонии, а по факту правых и левых политических сил. В 1977 автономию Каталонии вернули, но градус футбольной вражды с Мадридом не снижался. С годами клубы становились только сильнее, богаче, в них играли лучшие игроки мира. И на каждую встречу, что в Мадриде, что на стадионе Барселоны, всегда был солд-аут. И это несмотря на то, что тут почти 100 тысяч мест. Апогей популярности пришелся на прошедшее десятилетие, когда в Барселоне и Реале играли два лучших футболиста современности, Месси и Роналду. Увидеть их противостояние вживую мечтали миллионы. И билеты на матч за несколько месяцев были уже распроданы. Но затем Месси и Роналду покинули свои клубы. И произошло то, что по-научному можно назвать обратный эффект Месси. Интерес к матчу со стороны туристов упал. И за день до матча я смог купить себе на официальном сайте клуба, а не у каких-нибудь перекупщиков. Места на самую что ни на есть центральную трибуну. Еще год назад до ухода Месси такое было бы просто немыслимо. Лет пять назад попасть на этот матч для меня было настоящей мечтой. И я без колебаний отлистал за эти места 200 евро. Но по правде говоря, оно того скорее не стоило. О том, почему так, я подробно расписывал у себя в инстаграме. Ссылку на этот пост закинул в описании. Но если вкратце, то во-первых, несмотря на известный горячий испанский темперамент, на нашей трибуне какого-то особого накала страстей не наблюдалось. Все было очень спокойно. Ну а во-вторых, сама игра была довольно посредственной. Игроки делали много ошибок, Барселона по делу проиграла. И болельщики начали расходиться за пять минут до конца поединка. Если отбросить в сторону спортивную составляющую, то мероприятие чисто светское. Люди вокруг попкорн едят. В основном стадион сидит в тишине, кроме моментов, когда что-то происходит. Ну и фанатская трибуна, само собой. По факту можно сказать, что поставил галочку в одном из главных туристических аттракционов Барселоны. Но каких-то супер эмоций, к сожалению, не испытал. Ну что же, на Барселону футбольный клуб посмотрели. Теперь взглянем на Барселону город. Насколько это возможно за полтора дня. И начнем мы прогулку с так называемого готического квартала. Это самый старый район Барселоны, из которого, собственно, когда-то средневековье и образовался весь город. Но название района не совсем соответствует действительности, потому что его переделали в неоготическом стиле где-то в 19 веке. Да, с помощью Википедии мы все эксперты по архитектуре. И эстетически тут просто изумительно. Можно просто часами ходить с поднятой головой и отвисшей челюстью. Но, как и положено популярному среди туристов месту, вид сильно испорчен сувенирными лавками. И, как по мне, самый кайф тут сворачивать с основных улиц и гулять по менее мейнстримным местам. Но, просто для протокола, в менее туристических переулках готического квартала Барселоны весьма неготично, или готично, я не знаю, что более исторически достоверно, пованивает мочой. Это, наверное, болезнь всех больших городов с такими вот узкими улочками. В Венеции, я помню, было абсолютно то же самое. Ну, а главная и самая известная точка сбора в Барселоне – это собор Саграда Фамилия. Она в недоделанном виде уже больше века, из-за не всегда достаточного финансирования и зубодробительной сложности проекта, который когда-то там напридумывал великий архитектор Гауди. И вот так вот когда-нибудь будет выглядеть итоговый результат с огромным крестом на высоте 170 метров. Надеюсь, мы на своем бегу успеем на это глянуть. Некоторых забавляет тот факт, что эту католическую гундервафлю собирают уже больше 100 лет. И это, по сути, такой огромный недострой прямо посреди города. Но лично мое мнение, что по проектам Гауди строить – это вам не торговый центр из Попьемаше забирать. Поэтому пусть работают столько, сколько нужно. Единственное, для чего лично я бы мог докопаться – это то, что тут вокруг нет большого открытого пространства, где люди могли бы лежать на травке и созерцать все детали этого строения. Лично мне бы такого здесь хотелось. Поразглядывать детальки можно не только на Саграде. Я очень быстренько смотался в парк Гюэль, в котором находится одна из самых больших концентраций гаудизмов во всей Барселоне. Этот однозначно главный архитектор Барселоны нагоудил своими творениями по всему городу. Но в этом парке, который он построил на заказ в начале 20 века, его стиль просматривается ярче всего. В этом месте всего за 10 евро ты словно попадаешь на гаудиенцию к великому архитектору. Главная черта Гауди – это любовь к природе всяким витиеватым линиям и мозаикам. И строя этот парк, он разошелся в этом плане на полную катушку. Если бы тут лежал мусор, я бы сказал, что в парке происходит какой-то гаудюшник. Но тут достаточно чисто, поэтому этот каламбур мимо кассы. Телепортируемся на другую часть города. От каламбуров перейдем к более серьезной теме. Меня, как потомственного обитателя спальных районов, больше интересовало то, как обычные люди живут в этом городе. Кроме старого квартала и бизнес-центра, большая часть Барселоны застроена жилыми блоками одинакового размера – 113 на 113. У каждого блока скошены углы, чтобы создавать больше пространства на улице. А в середине по плану – либо спортивная площадка, либо зеленый сквер. В общем, все проектировалось для людей. Этот проект затеяли еще в 19 веке, и сейчас с воздуха это выглядит словно мечта перфекциониста. Но квартиры в таких домах могут быть довольно мрачноватыми, потому что они вот так вот вытянуты в длину, довольно узкие, и сюда попадает мало света. Это я, кстати, зашел в гости к своим знакомым из Харькова, которые живут в Барселоне уже год и платят немалые деньги за эту квартиру. Каждый год ты платишь агентству за то, что ты живешь в этой квартире. В смысле? Не понял. Ну, хозяин в смысле? Например, нет. Ты снимаешь квартиру через агентство. Ты платишь, когда въезжаешь в квартиру, ты подписываешь контракт на 11 месяцев, платишь за первый месяц, потом еще два месяца депозит, плюс агентству чуть больше, чем сама стоимость жилья. Например, эта квартира стоит 1000 евро, плюс два месяца платишь на депозит, плюс еще 1200 агентству просто за то, что ты подписываешь контракт не имеешь. Но если ты вдруг не выезжаешь никуда через год, то ты опять платишь агентству, даже при том, что они ничего не сделают. Офигеть. То есть они каждый год имеют гарантированное бабло? Сто пудово. Кроме стоимости, переезд в самое сердце столицы Каталонии влечет также определенные жилищные компромиссы. Ну, например... В этих барселонских квартирах абсолютно нормальная тема иметь вот такой вот шикарный вид из окна на неработающую жахту лифта. То есть я правильно понимаю, что барселонские квартиры – это мотивация почаще выходить на улицу? Сто пудово. Я, скажем так, достаточно замотивировался выйти на улицу и съездить в пару локаций, в которых любят проводить время местное. От центра Барселоны до горы Манджуик можно подняться буквально за полчаса и убить этим сразу несколько зайцев. Тут большой сосновый лес, в котором можно гулять, бегать, кататься на велосипеде и, конечно же, устраивать стихийные пикнички, что, собственно, местные делают и оставляют за собой кучу стихийного мусора. В общем, все в лучших традициях соснового леса в получасе езды центра города. На высшей точке горы находится большой и одноименный замок Манджуик. Его построили еще в 17 веке, когда Каталония не была частью Испании. И это по ходу истории был один из самых важных военных фортов в этом регионе. Сейчас же на его территории музей, в котором рассказывается и показывается, как эволюционировала эта крепость за многие века. Сам по себе замок не то чтобы слишком интересный, но с его вершины открывается лучший в Барселоне вид на морской порт. Тут взрослые мальчики могут позалипать на то, как работают большие машинки. Контейнерный порт Барселоны входит в десятку самых нагруженных в Европе. И лично мне реально интересно наблюдать за тем, как работает настолько большая и сложная логистика. Но с другой стороны от горы симпатичный парк, в котором музей изобразительных искусств и Олимпийская деревня, в которой куча интересных объектов, которые остались с 92 года. На которые я, к сожалению, попасть не успею, потому что на всех порах буду мчаться на закатишную. Значит, когда я летел в Барселону, я попросил людей в Инстаграме накидать мне всяких интересных локаций, чтобы по ним можно было погулять пару дней. И мне накидали столько, что под это дело сюда придется обязательно возвращаться. Но была одна локация, которую мне скидывали прям очень много раз, зная мою любовь ко всяким крутым закатишным. Это бункеры на вершине района Эль Кармен. Это какой-то заброшенный военный объект, на который на закате приходит пить вино местное. Такой себе высокий замок, только с видом не на Львов, а на Барселону. В общем, приезжать в Барселону на два дня, это, конечно, преступно мало. И я только понял, что нужно обязательно сюда возвращаться, ходить по всем местам, которые мне насоветовали, и, конечно, обо всем этом рассказывать. Ну а пока что закатишная, и переместимся в другую часть Испании. Вообще, я планировал завершить свой отпуск в Барселоне и лететь домой. Но наткнулся на супер дешевые билеты в Тунирифе и, как вы поняли по этой анимации, не смог удержаться. Честно говоря, я думал, что Тунирифе будет частью моего большого рассказа об Испании. Но мне настолько зашло это место, что я решил вынести его в отдельное видео. И вот, что в нем будет. Ох, ребят, Тунирифе и Канары – это просто вынос мозга. Давайте так, я вам не буду ничего спойлерить, просто покажу картинки, а вы сами решите, ждать или не ждать. Ну а вам, как всегда, спасибо большое, что посмотрели это видео. И увидимся в следующем. И теперь голос после титров будет не просто просить вас нажимать всякие ютубные кнопки, а еще и угрожать. Значит, подписывайся, или в следующем перелете будешь сидеть на месте посередине между двух детей, которым родители купили один планшет на двоих. Как-то так. Пока.